Ее подход очаровать, найти к душе ребенка ключик, чтоб невозможное создать из детских пальчиков и ручек. Она психолог и талантливый артист, и смею я предположить серьезно, что все дела ее по жизни словно твист, решаются довольно виртуозно. С холста сошедшая богиня воистину педагогиня, свою методику умело применяя, летит на крыльях, время обгоняя. Все эти замечательные слова о педагоге с большой буквы Галины Крыловой. Здравствуйте. Галина Ивановна Крылова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат общероссийского конкурса, лучший преподаватель детской школы искусств, автор учебно-методического пособия в двух частях, азбука маленького баяниста, преподаватель по классу баян, детской музыкальной школы имени Рахманинова, ведущий педагог города Волгодонска и Ростовской области, имеет высшую квалификационную категорию. Галина Ивановна, что для вас аплодисменты? К аплодисментам нельзя привыкнуть, потому что аплодисменты – это в децибелах выражение своих эмоций. Но, кстати, российская публика, можно сказать, скупая на аплодисменты. Если вы посмотрите по интернету концерты зарубежных исполнителей, там аплодисменты щедрые. И когда мы недавно на той неделе выступали в Цемлянске, я сразу публику попросила, будьте щедрыми на аплодисменты, активнее, даже так жестом подборолы, больше, 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 потому что большой труд за этим, за всем стоит. Вот вы сказали, большой труд педагога или все-таки здесь зависит от ученика? Как сказал один выдающийся музыкант, хорошему материалу нужен хороший портной. То есть хорошему ученику нужен хороший педагог. А поскольку у меня хороших учеников много, то я стараюсь соответствовать. Мы работаем в ансамбле, и еще в этом ансамбле обязательно должны быть и родители, которые заинтересованы. А мне повезло, у меня таких родителей очень много в классе. Может быть, потому что первый год-два, а кто-то и три года, они у меня регулярно сидят на уроках. Потом проникаются в важность происходящего. Им очень нравится быть репетиторами собственным детям, втягиваются в этот процесс. И поэтому потом мы работаем в ансамбле, и поддержка со стороны родителей полная, я бы сказала. Вот сейчас уехали три ученика с мамами в город Курск на российский конкурс. Как вы их отпустили? Одних? Доверяю, потому что есть среди них очень опытные, которые уже совместно со мной проходили эти конкурсы и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Туле. А теперь вот обстоятельства у меня сложились так, что в этом году я не смогла поехать. Вот они теперь вперед. Мне даже Дима Козюк на последнем уроке говорит, Галина Ивановна, не волнуйтесь, мы опытные, все правильно сделаем. Кстати, вот в прошлом году они и поехали. В Туле было два первых места на международном конкурсе. Артем и Дима. Двухтуровый конкурс ездили с родителями. Сашенька Михайлова – это единственная девочка в моем классе. В Санкт-Петербург тоже без Галины Ивановны и тоже с первым местом. Алексей Лавроненко вообще отличился. В Париже взял гран-при конкурса. Санкт-Петербург Откуда берете деньги на поездки в тот же Санкт-Петербург? Это, я думаю, что не из дешевых удовольствий. Пускай даже конкурс, пускай с первым местом, но это же деньги все-таки вас. То есть не только же дети. Ладно, детям родители дадут, потому что хочется, чтобы его чадо было первым. Вы где деньги берете? Вот в предыдущие годы частично финансировала школа, а в этом году как-то нас так решили вообще отпустить, так сказать, на самоокупаемость. Вот сейчас предстоят два конкурса в Ростове, сказали, в общем-то, сами, за счет собственных средств получается. А ученики практически, вот сейчас, например, поездка в Курск, опять же, я в качестве примера приведу, это полностью за счет родителей. Вот такие преданные родители. Вот для чего все это делается? Для чего он вкладывается, с карманов достается, опять вкладывается, из души достается, опять вкладывается? Для чего вам это? У меня свое представление о моей профессии. У ребят, соответственно, наверное, близкое к моему представлению то, чем они и как, на каком уровне они должны заниматься. А когда уже родители видят, что есть результат, тут уже они всю душу вкладывают и отпуск подгадывают к поездкам, и финансируют, являются как бы спонсором своим детям. Ну, что жизнь не должна становиться из-за того, что, скажем, наш муниципалитет не может нас финансировать. У нас своя планка, и мы ее преодолеваем и получаем от этого удовольствие. Это наша жизнь, мы ее своими руками делаем. — Галина Ивановна, вы всегда элегантно, накрашенно, причесана, в общем, женственная такая. Почему баян? Баян — это, на самом деле, далеко не женский инструмент. Почему? — Наш баян, цены ему нет. Это великолепный инструмент, в нем душа народа, это я говорю совершенно искренне. А почему баян? А потому что, как у всех, и моих учеников, и у меня тоже, меня мама взяла за ручку. И привела в музыкальную школу. Вот маме нравился баян, и я на баяне. Послушный ребенок, везде на пятерочке учился. Вот так получился баян. Я не жалею. Вы знаете, в мою профессию меня, в общем-то, привел, наверное, мой первый педагог Рощенко, Павел Кузьмич, который любил меня очень. Я всегда была Галенька и только. Другого имени у меня не было. И каждый урок почти что я слышала Галенька только в музыкальное училище. Мама хотела, чтобы я была врачом, но Павел Кузьмич победил. Как часто вы сейчас играете на своем инструменте, вне школы? Могу сказать, что моя методика предполагает ежеурочно инструмент у меня в руках. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А в нашем деле лучше услышать сто раз. И даже есть такое выражение известного скрипичного педагога Ауэра. Чисто словесное преподавание равносильно преподаванию немого. Немых учителей музыки, к сожалению, очень много. Вот я не из их числа. Я играю и, естественно, у всех моих детей тот звук, которым я владею. Потому что не все можно и нужно объяснять. Нужен просто показ. Значит, если учесть, что у меня, допустим, сегодня шесть уроков, значит, шесть уроков я инструмент в руках держу. Концертной деятельностью сейчас уже, естественно, я не занимаюсь. Я говорю, я играю руками своих учеников. Все, что я могу, могут они. И более того. Так, вы признаете, что ваши ученики уже могут лучше... Это замечательно, это так и должно быть. Это основа прогресса. Учитель воспитает ученика, чтобы было потом у кого учиться. Понимаете? Это нормально. Я вместе с ними поднимаюсь на какие-то новые ступеньки, на которых я в свое время ни в годы учебы, ни в годы работы не была. Я просто беру новое произведение, а что, если нам это сделать? И делаем. А потом выясняется, когда едем на конкурсы, что это оказывается правильно. И бывает, что ребята даже получают призы за лучшее исполнение произведения. И однажды был такой интересный эпизод. Есть такая пьеса композитора Альбениса. Она написана для фортепиано, но ее можно услышать и в приложении на гитаре. Мы играем в приложении для баяна. Альбенис Астурия. Она помещена в сборнике. Играют студенты музыкально-педагогического института имени Гнесиных. То есть это вузовский репертуар. И когда я эту пьесу сделала со Стасом Малышевым и попросила Юрия Шишкина ее послушать, Стас отыграл, Шишкин смотрит на меня и строго говорит, кто делал интерпретацию. И так в плечики втянула я. Блестяще. Это на уровне вуза. После этого, представляете, крылья вырастают. Это мне интересно. Я очень много беру новых произведений, которые через мои руки не прошли в годы учебы и потом далее. А вот сейчас с ребятами как-то вот вместе мы поднимаемся на каждую ступень. Это очень интересный процесс. Вот мы заговорили о Юрии Шишкине, о заслуженном артисте России. Вот, кстати, афишка у вас сзади. Когда вы спросили его, что для вас Волгодонск, он ответил, это Галина Ивановна Крылова. И вы сзади стояли, в принципе, слышали. Насколько вы считаете, что это комплимент вам? Это на самом деле так. Это действительно мне комплимент. Это глубоко уважаемый мной музыкант. Музыкант с большой буквы, с которым меня связывает уже 20 лет дружбы. Они приехали по линии филармонии сюда, в Волгодонск. У них поломался баян. Он обратился в нашу школу, попросил простенький баян. А может, кто-то сможет наладить? Ему баян починили. И знак благодарности он дал концерт в нашем знаменитом 11 классе. Кстати, наша школа не имеет концертного зала. И вот уже 35 лет, которые здесь я работаю, мы работаем без концертного зала. И, как говорится, живем с мечтой, что когда-нибудь концертный зал будет. И вот тогда Шишкину я организовывала ежегодно, каждый раз в городе Волгодонский концерт. Выступала в роли некого импресарио. Организовывала залы, афиши, сбор. Как-то он мне похвалился, что вот где-то в Якутии у него был такой, ну, очень приличный сбор. Я ему такой же сбор организовала здесь, в городе Волгодонске. Вот. А потом он организовал концерт «Настоящее и будущее», в котором участвовали мои ученики. Ученики лицея при Ростовской консерватории. Играл в ансамбле с моим учеником. Таких концертов было два. Один в Волгодонске, другой в Ростове. Мы вот этой общей командой съездили. Ну и потом периодически мы встречаемся и на конкурсах, видимся с ним. Очень такие теплые отношения. Какие-то несколько занятий были с моими учениками, которые мне очень много дали. И мне просто было приятно слышать, что он был искренний. Он как-то раз мне еще в самом начале сказал, я Волгодонск не люблю. Я бы сюда ни за что бы не приезжал, если бы не ваша работа. Вот что касается изданной книги вами. Неужели у нас в России столько мало для преподавателей книг, что вы решили взять и издать на свой лад? Для чего были созданы эти книги? Могу вам сказать, что по нашей специальности кое-что есть. Но эти книги меня не удовлетворяли. Потому что информация во многих изданиях расположена не постепенно, а как-то скачкообразно. И в общем-то не то, что бы мне хотелось. И много лет у меня была своя такая рукописная книга. Вот своя. Я открывала и дома удивлялись. Ну что же ты к каждому уроку так готовишься? Ты уже давно должна знать все наизусть. А мне нужно было этот первый пункт, это второй. Потому что каждый урок, это как звено из цепочки знаний, за делом является для следующего. И на семинарах я людям рассказывала свою методику обучения шестилетних детей. И каждый раз я слышала, издайте, издайте. Но это же так сложно. Одно дело знать где-то, да, показать на инструменте, приласкать глазами. Ведь этого же всего не напишешь в книге. Письменный язык он совсем другой. И потом куда? Столько было вопросов. Но вероятно, этой книге суждено было быть. Потому что когда я в 2004 году начала вот эту эпопею с изданием, все шло прям на всех парусах и летело, как говорится, как по маслу. И получила я гриф, рекомендованный Министерством культуры Российской Федерации. И рецензию мне завкафедра Института музыки в Москве написал. А потом какой-то там кризис начался, книжка немножко подзастряла. Но в итоге в 2010 году она все равно вышла. И вот сейчас у меня осталось буквально несколько экземпляров. И теперь я собираю урожай. Вот у вас в кабинете я не вижу грамот каких-то. Здесь есть фотографии ваших детей, афиши детей ваши. А где грамоты? Грамоты в толстущих вот таких, как правильно сказать, толстенных всяких портфолио. Здесь и дипломы, и отзывы. Вот тут место грамотам. А здесь место тому, что дорого моему сердцу. Понимаете? Если я сейчас буду грамотами обвешивать стены. Ну, допустим, в 2012 году у меня было 25 лауреатов. В прошлом году, по-моему, 19, могу ошибиться. И вот, представляете, это количество, которое висит на стенах. Здесь каждая фотография, она мне настолько дорога. Вот Леша, который в Болгарии первое место занял. Вот Женя, который 200 человек лауреатов конкурса Орлята России собрались потом еще между собой посоревноваться. И он из 200 один получает гран-при. Эта фотография мне очень дорога. Ну, о каждой могу рассказывать. Вот уникальный случай. Два гран-при за один конкурс. Ну, не бывает. А мои ребятишки получили два гран-при на одном конкурсе. Насколько переполняет гордость за своего ученика, когда два гран-при за один конкурс? Или это уже рядовой? Победил, молодец, давай дальше работать. Могу сказать, что вот в моей родной школе отношение к победам, достижениям моих учеников такое, вот как вы сейчас сказали, ну, опять первое место, ну, опять гран-при. А для нас это большой праздник, потому что, вот представляете, приезжаем на конкурс, группа, 29 человек со всех уголков России. Там и Дальний Восток, и Санкт-Петербург, и мы первые. Ну, как же этому не радоваться? Вы больше 40 лет в профессии. Вот ваши ученики пошли все-таки куда-нибудь в профессиональную музыку? Естественно, что за столько лет кто-то пошел в эту профессию. И все они реализовались по-разному. Кто-то работает в музыкальной школе, кто-то сменил специализацию, ушел в звукорежиссуру. Кто-то тоже начинал как бы по баяну, потом воспылал любовью к эстраде, переквалифицировался на вокал. Ну, вот сейчас будет конкурс «Аккордеон плюс», и туда приглашен для участия в концерте «Звезды 21 века» мой ученик Станислав Малышев, который стал лауреатом международного конкурса уже вот в нескольких конкурсах, буквально вот даже в последних. И дважды фирма «Роланд» итальянская ему дарила за первое место электронный баян «Роланд-7» и «Роланд-8» эту модель. И вот мы с ним там на конкурсе увидимся обязательно. Ребята по-разному реализуются в профессии. А вообще могу сказать, что в нашу профессию, в России, идти очень непросто. Очень непросто. Почему? Во-первых, нужно, как говорят, на службу со своим конем. Вот говорят о том, что есть там платное образование, столько-то тысяч в год. А вот родитель музыканта должен сразу выложить очень приличную сумму. Концертный инструмент, на котором дальше нужно учиться, стоит 450 тысяч, 500 тысяч. Вот у меня сейчас в классе есть ученик, это Дмитрий Козюк, которому папа, прежде чем купить себе самому машину, о которой он мечтал, купил в начале баян за 300 тысяч, который не подведет. Это уже настоящий концертный инструмент. Немногие родители могут и хотят нести такие расходы. И этот какой-то вот маленький такой, может быть, даже для некоторых ребят это было неким тормозом. А вы хотели спросить, вот то, что у нас в городе, периферия, это как-то влияет на судьбу талантливого детей или нет? Влияют только деньги? Или все-таки периферия влияет? А вы имеете в виду в области музыки? Да, в области музыки. Или вообще? Нет, 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 в области музыки. Мы сейчас разговариваем именно в области музыки. Вот, знаете, во-первых, у нас город. Я очень люблю свой Волгодонск. За те 35 лет, которые я в нем живу, я когда приезжаю, подъезжаю к Волгодонску, у меня всегда праздник какой-то в душе такой. Вот почему-то он для меня уже родной город. Но в этом городе, я хочу сказать, всегда найдутся педагоги, которые помогут этим талантливым детям. А вот есть разница между детишками 80-х годов и вот 2010-го года? Да, вот что касается их обучения, их отношения к музыке, да и вообще их отношения к преподавателю. Или дети, они всегда дети были и остаются? Или всё-таки есть? Ага. Да, как-то вы правы, что дети, они всегда дети. И тогда, и сейчас. Просто современные дети, у них такой информационный вокруг них бум, как им в этом во всём разобраться, расставить приоритеты, отдать предпочтение занятиям на инструменте, нежели компьютерным играм, да, нам сейчас немножко сложнее работать. Потому что если когда-то в 80-х годах вот было в Волгодонске, там, скажем, две музыкальные школы, и всё. А сейчас много других учреждений культуры, где очень талантливые люди работают, а у нас конкуренция в виде компьютера с этими играми, в виде каких-то других секций. Поэтому нам сейчас работать сложнее. Но современные дети, я бы сказала, они такие же трудолюбивые и работоспособные, если им нравится. А у вас есть друзья или у вас только коллеги? А друзья ваши, если есть друзья, они тоже музыканты, или всё-таки есть кто-то из другой совершенно в профессии, сферы деятельности? Основное общение определено кругом коллеги, ученики, родители, с которыми теснейшие контакты по телефону, это многочисленные звонки, потому что мы выступаем с концертами, обговариваем поездки наши на конкурс. Ну и в друзьях у меня муж, который тоже баянист, и мы с ним вместе в интернете смотрим, слушаем, обсуждаем и какие-то произведения. Мне хватает этого круга общения, достаточно он большой, мне комфортно. А вы никогда не хотели уехать в большой город, в какую-нибудь частную музыкальную школу? Не то, что бы хотела. Меня приглашали дважды переехать в Ростов и работать в лицее при консерватории. Но как-то взвесив все плюсы и минусы, квартирные и все прочие, учеников, которых в данный момент имеешь и любишь, я осталась в Волгодонске, и в общем-то я об этом не жалею совершенно. Галина Ивановна, спасибо большое, что уделили нам после трудового рабочего дня, после шести часов занятий, время, рассказали нам довольно-таки много интересного о себе, о своих учениках. Будем надеяться, что ваши ученики, имена ваших учеников будут звучать в Москве, в Петербурге, пусть за границей, но всегда возвращаются к нам в город. Уж очень жалко, когда они нас уезжают. Это такая проблема в город наш. Почему-то никто не хочет возвращаться. Вот тому самый простой пример – это мои дети. Вот они получили престижное образование, и вот сейчас общение по скайпу, и в поездках, и все. Все то же самое делают ученики. Как только они попадают куда-то, значит, они там вот остаются. Значит, как-то вот надо так активизироваться, может быть, нашему местному самоуправлению, чтобы хотели наши дети возвращаться в наш город, создавать такие какие-то условия. Давайте будем хотя бы надеяться на это. Будем надеяться, конечно, будем надеяться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok